В Тамбовской области в разной мере под каток государственной машины попали около 200 тысяч человек. Людмила Войтовича о тех, кто пережил те страшные времена и тех, кто занимается восстановлением честных имен. Темой репрессий Татьяна Кротова занимается более 20 лет. Сегодня помогает реабилитировать, готовит справки для прокуратуры. Отмечает, что наш край в годы политического террора пострадал больше других. Вот такие обвинительные заключения составлялись по обвинению граждан по 58-й статье. Что ввел разговоры о том, что крестьяне живут плохо, что колхозники живут недостаточно зажиточно. И о том, что советская власть не обеспечивает соответственного образа жизни и скоро ей придет конец. Репрессии были разного масштаба. Осуждение, высылка, лишение избирательных прав, обложение сельхозналогом по повышенной ставке, а также высшая мера – расстрел. Не обошли они и тамбовские заводы. Любой промах на производстве объяснялся происками врагов. Многих из начальников цехов, мастеров и даже рядовых рабочих, вплоть до плотников, обвиняли во вредительстве. Репрессировали и по национальному признаку. Так в повседневную жизнь близких Анны Ивановны вошло понятие «враг народа». 19-летняя девушка, ее маму Нину Векер вместе с бабушкой и братьями из Донецкой области выслали в Казахстан. Заканчивался 1941 год. Они жили в доме бабушки своей, и она так вот встала возле печки и говорит, я никуда отсюда не поеду. Один подошел и так ласково ее по плечу похлопал и говорит, вы не волнуйтесь, вот как только мы освободим этот населенный пункт, мы вас сразу сюда вернем. Вы возьмите самое необходимое. Успели взять узелки с документами и в вагоны. Вышли уже в Павлодарской области, жили в землянках. А потом маму отправят в Краснокамск, Пермской области. Работать приходилось в нечеловеческих условиях. В 40-градусный мороз выдалбливали бревна из реки Камы. Из реки Камы. Жили в бараках. Она говорит, утром вставали, мертвые оставались на нарах, а мы шли работать. В настоящий момент рассекречены документы прокуратуры. В одном таком деле содержатся сотни имен репрессированных. А за моей спиной их тысячи. Пострадать могли за любое неверно сказанное слово. Потомки репрессированных – частые гости в Тамбовском госархиве. Приезжают до сих пор и присылают нам письма. До сих пор потомки уже репрессированных. Они приходили все со слезами. Они все были в очень таком эмоциональном, возбужденном состоянии. И отпаивали мы их водичкой, и валерьяночкой. И плакали они. И, так сказать, мы с ними. Анна Ивановна не любит вспоминать семейную трагедию. Признается, что выросла в любви и родным благодарна за жизнелюбие и оптимизм. Я очень благодарна своим родным. Я очень благодарна, что они не ныли. Они нас не воспитали в этом духе. И они друг к другу, иначе как братик и сестренка, не относились. Восстановить справедливость и доброе имя мамы удалось уже после ее смерти. А точное число пострадавших от репрессий в стране невозможно посчитать до сих пор. Людмила Войтович, Виктор Марченко, Владимир Моисеев, Олег Щербаков. Область новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова